Сегодня на библейском портале Экзегет мы продолжаем наши беседы по трудным местам Священного Писания. И сегодня, отталкиваясь от текста «Послание к римлянам» 4 глава 3 стих, мы зададимся вопросом, как вера может быть вменена в праведность. Сначала прочитаем этот текст «Послание к римлянам» 4.3. «Ибо что говорит Писание? Поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность». Надо понять, братья и сестры, досточтимые отцы, что вера – это одна из теологических добродетелей. «Добродетель» – это есть то, что вменяется в заслугу добродетельному человеку, который обладает какой-либо такой добродетелю. Есть три основных теологических добродетелей. Первое послание к коринфянам, 13 глава, 13 стих, мы находим такие слова. «А теперь прибывают сие три – вера, надежда, любовь, но любовь из них больше». Это и есть три теологические добродетели – вера, надежда, любовь, но любовь из них больше. Кто-то может возразить, а как вера может быть личной добродетелью того или иного человека, если она даруется от Бога? Как сказано, «Кого Бог откроет, тому никто не закроет». И как надежда может быть личной добродетелью человека и любовь, если и эти две теологические добродетели, они проистекают от Бога? На самом деле ответ очевиден. Все, что проистекает от Бога, не осуществляет насилие над нашей свободной волею. И мы соглашаемся с даром веры, с даром надежды или с даром любви или не соглашаемся? Священно-мученик Ириней Леонский писал, «Авраам поверил Богу, во-первых, в том, что Он, Бог, есть Творец неба и земли, единственный Бог, а во-вторых, в том, что Он, Бог, сделает семя Его, Авраама, многочисленным, как звезды небесные». Сама такая вера Авраама, она была сверх надежды, потому что такого ожидать человек, чесло которого уже от возраста омертвели, он не мог. Поэтому Авраам не просто принял дар веры, проявил надежду и любовь, он согласился с этим даром и поверил сверх меры. Поэтому вера вменяется ему в праведность, равно как и надежда и любовь. Учитель церкви Ориген пишет, это его беседы на послании к римлянам, «Нужно вглядеться пристальнее. Говорится ли, что вера вменилась ему в праведность только за то, что он поверил, что ему будет дан сын и потомство от него станет многочисленным, словно звезды, или же и за это, и за все, во что он веровал уже раньше?» И так представляется, что и в данном месте, хотя до того было много отдельных случаев, когда Авраам веровал, вся его вера ныне собрана воедино и вменена ему в праведность. Действительно, он проявлял веру и ранее, и Ирине Леонской тоже обращает на это внимание. Он говорит, что Авраам, во-первых, поверил в то, что Бог есть Творец неба и земли. Но поверить в чудо, что от омертвелого, пожилого-пожилого человека возникнет жизнь, нужна была концентрация всей веры, как бы сведенная в единое целое. И нам, братья и сестры, тоже потребуется эта концентрация усилий веры, надежды, любви, когда мы будем вкушать от Бога последнюю эпитимию, каковой является физическая смерть каждого из нас. Итак, вера есть добродетель, который мы должны проявлять. Поэтому Христос, исцеляя людей, Он спрашивал, есть ли вера. Надежда. Что сказано об этой теологической добродетели? В послании к римлянам 5.5, 5 глава, 5 стих, мы находим слова. «А надежда не постыжает, потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам». То есть, если надежда действительно есть, всецелое доверие Богу и упование на Него, то неизбежно она увенчается наградой. Любовь. В Евангелии от Луки, 7 глава, 47 по 50 стих, мы находим такие слова об этой высшей добродетели. «А потому, сказываю тебе, прощаются грехи ее многие, за то, что она возлюбила много, а кому мало прощается, тот мало любит». Ей же сказал, то есть блудной женщине, «Прощаются тебе грехи». И возлежавшие с ним начали говорить про себя. Кто это, что и грехи прощает? Он же сказал женщине, «Вера твоя спасла тебя, иди с миром». Вот здесь мы видим, как в этой женщине объединяется любовь с верою. И, конечно, все это проявляется не без надежды на Божие милосердие. В каком случае мы любим больше, когда нам прощается больше? Мы знаем, какими ужасными людьми мы были, какие были проблемы у каждого из нас. Мы с ужасом и содроганием вспоминаем дни нашей молодости, когда мы беспечно расточали силы своего тела, организма, свои способности и таланты. И мы знаем, что Господь поставил нас на другой путь. Мы знаем, что Господь даровал нам иное бытие, и нам есть за что благодарить Его. И чем больше Он простил нам грехов, тем с большей любовью мы относимся к Нему. В послании к римлянам, 4 глава, 4 по 8 стих, апостол Павел пишет, «Воздаяние делающему вменяется не по милости, но по долгу». О чем это? Если кто-то что-то делает, то, конечно, он за это должен получить награду, и она дается не по милости, а по долгу, как зарплату вы получаете, не как милостыню, а как долг работодателя по отношению к вам. Но далее Павел пишет, «О неделающему, но верующему в того, кто оправдывает нечестивого». Христос есть тот, который оправдывает нечестивого, и который умер не за праведных, а за грешных. «Вера его, то есть такого человека, вменяется в праведность. Так и Давид называет блаженным человека, которому Бог вменяет праведность, независимо от дел. Блаженный, чьи беззакония прощены и чьи грехи покрыты. Блажен человек, которому Господь не вменит греха». И в первом послании к Коринфянам, 13.13, мы уже прочитали, «но любовь из них больше». У нас есть основания для того, чтобы любить Бога. Он принял нас такими, какие мы есть, и мы уверовали в Него с надеждой, возлюбив Его. Таким образом, вера, как усилие воли, вменяется нам в праведность, равно как и надежда, и любовь. Итак, братья и сестры, мы сегодня рассмотрели одно из тоже сложных мест Священного Писания. Если мы будем живы, и Господь позволит, в следующий раз мы обсудим вопрос, почему патриарх Авраам стал отцом всем нам, о чем имеет рассуждение апостол Павел в послании к Римлянам. Подписывайтесь на библейский портал «Экзегет», чтобы вовремя получать информацию о наших беседах, и берегите себя. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok